Бодхисаттвы в действии Тарма Иннаджири Проджект и Бодхисаттвы в действии представляют фильм Ток по Корлу B.I.A. основатель Чогел Римпочи B.I.A. означает Бодхисаттвы в действии и здесь действие означает, что действие направлено на тех детей на тех стариков, на тех людей которые действительно нуждаются в помощи в Катманду создан новый фонд как далеко вы можете идти? сколько вы можете делать? делайте каждый день, каждый момент старайтесь делать то, что можете с чистым сердцем это изменяет облик деятельности на благо общества даже если у вас 1% сочувствия в начале, то вы уже Бодхисаттва, если вы хотите что-то делать совершенно новый способ работать с людьми с ограниченными возможностями если вы начинаете что-то делать затем действие начинает расти и 2%, 3%, 5%, 10% когда достигает 100%, тогда вы достигаете освобождение давать силу для новой жизни и новой цели я думаю, что Бодхисаттва означает что если у вас есть сочувствие вам не нужно говорить сочувствие сочувствие видно его можно почувствовать Биарей Бодхисаттва в действии визит в Биарей в 210 Вот здесь ты. Можно делать и с таковым материалом. Лучший способ помогать тем, кто имеет недостаточные возможности, ограниченные возможности, это учить их, давать им какие-то навыки. И даже если они не будут в этой организации, они смогут выживать, они смогут поддерживать свою семью до сих пор. Их родные, даже их родные, даже их родители, они думают, что они это абуза. Они даже молятся, почему бы тебе не умереть. И вот эти истории, когда слышишь о них, то действительно чувствуешь, что они нуждаются в помощи. И программа больше такая, что вначале вы делаете негатив, и затем на основе этого негатива вы сможете изготовлять скульптуру, статую. Через два-три месяца вы уже научитесь также делать негатив. То есть вы через два-три месяца этому научитесь. Они проходили отличные курсы и надеялись, что их жизнь улучшится, но это не помогало. Они шли на какую-то еще программу, и они проводили два-три месяца, шесть месяцев в какой-то программе. И есть люди, которым 40-45 лет, и они все равно пытаются чему-то научиться. Но никто не помогает им системы сбыта, никто не дает им направления в жизни. Вот это те, кто здесь строят. Турнир по баскетболу. Сто человек в инвалидных колясках участвовали. И так они учатся тем вещам, которые невозможно продать по хорошей цене. Они не такие сложные, но в них немного ценности, небольшая ценность. И вот я подумал, нужно их научить чему-то такому, что действительно будет для них, чтобы они чувствовали, как будто они как медитация. Это вот такой передовой уровень. У нас два или три уровня здесь. Вот они начали рисовать красками уже. Вот наши продвинутые ученики. Вот они это сделали. Она вот это изготовила. Почти закончена. Вот это то, что он делает. На самом деле, они учатся рисовать танки. Когда мы начали проект, то я попытался найти учителя, у которого самого есть физические сложности, который мог бы их вести и других, которые встречаются со многими проблемами в жизни. И мы начали итоги проекта. И он был очень успешным. Вот они их учат сначала очень простым вещам. И это занимает несколько месяцев. И спустя несколько месяцев они уже приходят к рисованию красками. Что я видел в этих BI-123, я бы сказал, что они являются теми, кто действительно могут сохранить культуру. Они не просто начинают. Это не только пять месяцев. Можно представить себе то качество, которое они изготавливают. Я бы сказал, что они станут лучшими художниками в Непале или даже в мире по танкам. Каждый их продукт, одна танка, они как бы прикасаются к ней. Вы строите всего едама. Они строят все это. И когда это направляется куда-то, какую-то часть страны, то они ставят это на алтарь. То есть создается такая важная вещь. И люди будут молиться этому каждое утро. И они фокусируются на каждой детали. И это будет сохраняться поколениями. Римпоча постоянно старается исследовать новые идеи. Он посвящает местное агропредприятие, занимающее органическим сельскохозяйством и изготовлением башмины. И я подумал, что нам нужно действие. Есть бедусат, это хорошо, но в действии, не в визуализации. Вы визуализируете, вы визуализируете, посвящаете там и здесь. Но если вы не используете это в реальности, то это ничего не изменит здесь. Конечно, есть заслуга. Но вся концепция за посвящением такого, что вы стараетесь накопить сочувствие. Но вот это сочувствие, если его нет в реальности, не появляется в реальности, я бы сказал, что это не имеет никакого смысла. Мы уже начали BI 1, 2, 3, и я хотел обосновать еще больше BI 3, 4, 5, 6, 7, но что это будет? Например, BI-1, сам учитель в инвалидной коляске. И когда он учит этих учеников, которые тоже в инвалидных колясках, то он не только как учителях учит, но он понимает их психологию, их чувства, понимает, что стоит за этим физическим телом. Он действительно устанавливает связь с ними, и они это чувствуют. Одно из пожеланий BI-1, это чтобы в каждом проекте в будущем мы могли бы найти учителя, который сам бы имел физические сложности. Тогда он также будет знать, что у него могут быть какие-то умения в работе по дереву или в спашминной, и он сможет тогда руководить 10-ю, 10-ю людьми с физическими сложностями. Но как найти этих людей? И вот поэтому началась такая программа. Шоу «Великих идей» 3 января 2015 года. Мероприятие состоялось в гостинице «Хардик» в Катманду. для того, чтобы основать новые программы BI-1. Каждый проект представлял его создатель и люди с недостаточными возможностями в Катманду. Идеи с наибольшим потенциалом и пользой становились новыми программами BI-1 в тот же самый день. Субтитры создавал DimaTorzok «Хардик» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok